Налоговые ставки на автомобили старше 10 лет будут снижать, когда вступят в силу новые нормы налогового кодекса. Какие еще есть изменения? Кого из госслужащих Минфин не будет проверять на наличие имущества за рубежом? Каковы первые итоги декларирования? Утаил ли кто-то средства? Сходятся ли доходы и расходы у казахстанских чиновников? Надежда на петицию. Казахстанцы добиваются отмены первоначального взноса по ипотеке. Каковы шансы? И почему финансовые эксперты не советуют отказываться от таких вложений? Демографическая угроза. Население Казахстана стареет. Почти в половине регионов страны фиксируют прирост пожилых людей. Этот процесс будет изгодно ухудшаться. С чем связана такая тенденция? Транспорт и налог для старых авто могут снизить. Об этом заявил вице-министр национальной экономики страны на обсуждении нового налогового кодекса. На этой же встрече было сказано об отмене подоходного налога для пенсионеров. Какие еще изменения ждут казахстанцев и отечественный бизнес, знает Арман Сарсимбаев. Одним из важных для казахстанцев потенциальных нововведений в обновленный налоговый кодекс может стать снижение налога на транспорт. Если машине больше 10 лет, то ставка сократится на 30%. Если автомобиль сошел с конвейера более 20 лет назад, то плата сократится вдвое. Кроме того, на презентации нового документа рассказали и об изменениях других отчислений в государственную казну. И три платы мы объединяем. Это за пользование водными ресурсами, животным миром и лесные пользования. То есть фактически это одна плата за пользование природными ресурсами. В целом порядка 20% мы сокращаем количество плат, сборов, пошлин в налоговом кодексе. Также проект нового кодекса подразумевает отсрочку для предпринимателей от уплаты НДС на импорт. Она будет действовать, пока сырье не превратится в конечный товар. Вице-министр финансов страны отметил, что большое число предпринимателей забывает своевременно предоставлять государственному органу необходимую отчетность. В связи с этим, по заявлению представителя ведомства, отечественному бизнесу будут даны некоторые послабления. Сейчас концепт, если отчетность не представил, мы ее воспринимаем как нулевую. Налогоплательщик в дальнейшем может откорректировать свою отчетность. Не сдал вовремя – все, ноль мы принимаем, ты отчетность как будто сдал. Вот такой принцип закладывается в новом кодексе. Штрафных санкций накладывать бизнесу не будем. Бизнес волнует, каким образом будут регулироваться направления, касающиеся самозанятых лиц. Кроме того, со слов заместителя председателя правления нацпалаты Томикен, крайне болезненно для предпринимателей обстоит вопрос в части общего установленного режима. Потому что сейчас в текущей редакции он не предусмотрен. Следующий вопрос – это по фото. То есть, те предложения, которые мы предложили, которые даже одобрены экономическим блоком правительства, это Министерство экономики, Министерство финансов, это было реализовано. Но при этом, к сожалению, социальный блок их отклонил. Сейчас, получается, практически тех изменений, которые мы планировали, к сожалению, скорее всего, они не получатся. Но надеюсь, что в рамках мажориста, может быть, получится изменить эту позицию. Кроме того, проект нового документа подразумевает сокращение ставки индивидуального подоходного налога для пенсионеров. То есть, теперь пожилые казахстанцы будут освобождены от отчислений с доходов. Изменения коснутся и игорного бизнеса. Для него упраздняется НДС, однако корпоративный подоходный налог увеличивается до 25%. Сам обновленный кодекс планируют принять к концу 2024 года. Арман Сарсенбаев, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана. Министерство финансов не будут выяснять, откуда у чиновников имущество за рубежом. Недвижимость в 71 стране задекларировали более 3000 сотрудников госучреждений и квази-госсектора. Как рассказали в Минфине, ведомство еще до декларирования знало о наличии этой недвижимости и поэтому не будет проверять источники дохода. При этом сопоставление официальных доходов и расходов, а также камеральный контроль начнут проводить с внедрением всеобщего декларирования. Когда через два года получается у человека, у гражданина Республики Казахстан, неважно, чиновник, не чиновник, будет, когда у него расходы вдруг превысят его доходы. То есть, допустим, у какого-то гражданина была приобретена квартира за 20 миллионов, а дохода у него ноль, то есть он, допустим, безработный, то, естественно, к этому возникнут вопросы. Эксперты говорят, проверки нужны. По словам экономиста Марата Абдурахманова, средства из бюджета выводят через схемы, при помощи офшорных структур и получают имущества, расположенные за границей. Каким образом должны выявить налоговики? При этом, говорит эксперт, граждане должны знать об имуществе чиновников и работников квази-госсектора. Проверки должны быть трех уровней. Первый – это непосредственно граждан. Граждане должны видеть, сколько имущества, например, у председателя Казмонной Газа, да? К примеру. Второй уровень – это уровень правоохранительной системы, которые на основании этих данных должны принимать процессуальные решения о начале проверки. И третий уровень – это уровень политических служащих, которые должны эти данные свои и чужие публиковать в публичном поле в СМИ. В Казахстане подорожал доллар. Сегодня средний взвешенный курс составляет 459 тенге. С начала недели национальная валюта ослабла на 7 тенге. В чем причина и какой будет курс нацвалюты в ближайшие месяцы, узнавал у экспертов Еламан Реймбеков. Падение продолжается. Курс тенге за последние 10 дней ослаб на 12 пунктов. При том, что цена нефти за этот промежуток подорожал с 80 до 85 долларов за баррель. И рубль укрепляется к доллару. Обратный эффект объясняется искусственным удорожанием тенге за последние годы. За все годы, за несколько лет у нас сложилась очень высокая накопленная внутренняя инфляция в Казахстане. То есть, если за 3-4 года у нас за 4-5 лет где-то свыше 40% накопленной инфляции, тоже доллар, доллар США в Соединенных Штатах, там намного меньше в два раза. Это приводит к тому, что слишком дорогое тенге. И при этом у нас очень высокая себестоимость производства. В ближайшие три месяца курс тенге ожидается на уровне 465 тенге за 1 доллар. Коридор составляет плюс-минус 5 тенге. Сильных колебаний не должно быть, прогнозируют эксперты. Исключение форс-мажорной ситуации, которых в принципе не ожидается, как минимум до осени. Значительной резкой девальвации тенге я бы не ожидала, потому что в случае резкого обесценения тенге есть возможность увеличить объем трансфертов и поддержать курс тенге с тем, чтобы он как бы значительно не ухудшил общую экономическую ситуацию. По отношению к курсу рубля и юаня тенге будут держать на нынешнем уровне 5-6 тенге за рубль, 60-65 тенге за юань. Отчестным производителям и коммерсантам такой курс вполне выгоден. Казахстанцы запустили петицию с требованием отменить первоначальный взнос для ипотеки. Какие аргументы они приводят и что будет с рынком недвижимости, если эту инициативу поддержат законодательно? В этом разбиралась Валентина Леонова. Петицию с требованием отменить первоначальный взнос для ипотеки запустили в Казахстане. По мнению авторов, многие жители страны не могут участвовать даже в льготных ипотечных программах из-за отсутствия первоначального взноса, на который им сложно накопить. Поэтому в обращении авторы указывают, что важно обращать внимание именно на платежеспособность граждан, и если она доказана, одобрять ипотеку без барьеров. Однако эксперты это мнение не разделяют. Есть несколько опасностей. Во-первых, первое, это увеличение резкое, причем увеличение цен на стоимость, то есть неадекватно завышенные цены. Я не удивлюсь, если эти цены будут завышены на 50-100%, а вот как только срок пройдет. Конечно, рынок откорректируют, но первоначальный взлет будет просто сумасшедшим. По мнению экспертов, даже если первоначалку отменят, то нужно будет ужесточить другие условия – требования кредитной истории и доходом. Иначе возрастет и закредитованность казахстанцев. Дело еще и в том, что первоначальный взнос дает определенные гарантии кредитору, что заемчик способен накопить средства. Это влияет на процентную ставку и прочие условия займа. А если такой уверенности не будет, то и кредиты окажутся более рискованными для кредитора. Эксперты финанс.кейзет отмечают, что первоначальный взнос в Казахстане по ипотеке не самый большой. По программам от посып банка и так достаточно щадящие условия для тех, кто умеет формировать жилищные накопления – 20%. И по некоторым программам даже меньше. При этом есть и программы, в которых требуется 50% от стоимости жилья. Однако они рассчитаны на тех покупателей, которые не формировали свои сбережения в течение некоторого времени. А в целом госпрограммы предполагают 20% первоначального взноса, как и рыночная ипотека. В целом эксперты опасаются, что отмена первоначального взноса ухудшит ситуацию на рынке недвижимости. Есть риск роста цен и еще больше недоступности ипотеки для населения страны. Валентина Леонова, информбюро Павлодарская область. Жителям поселка в Каргантинской области массово заблокировали банковские карты. Людей лишили доступа к их деньгам из-за долгов за вывоз мусора. Однако пострадали и те, кто платил регулярно. Людмила Батюшкина разбиралась. Жители поселка Дубовка начали массово жаловаться на неработающие банковские карты. В банке посоветовали обратиться к судебному исполнителю. Тогда и выяснилось, что на карточные счета наложены аресты якобы из-за долгов за вывоз мусора. Никаких уведомлений не было, говорят люди. У вас на 5,10 долг? Мы живем на 6,10. Посмотрите, на 6,10 есть долг? Он посмотрел, говорит, нет. Он мне говорит, ну оплатите, я вам разблокирую. Я говорю, почему я должна чей-то долг оплачивать? В такой ситуации многие жители Дубовки. У некоторых действительно остались долги, но многие вообще не пользовались услугами компаний, а нанимали грузовики и вывозили мусор сами. Другим перепутали имена или адреса. Есть даже случай, когда семья продала свой дом в Дубовке еще 5 лет назад, но тоже оказалась в должниках. По словам жителей, у многих со счетов сняли суммы от 15 до 40 тысяч тенге. Я понимаю так, что вот которые неплатежеспособные все вот эти вот по домам у нас, вот которые они не платят, вот эту сумму почему-то раскидывают. Компания по вывозу твердых бытовых отходов Абай Коркем обслуживала Дубовку около 5 лет, но в этом году не выиграла тендер и с апреля уже не работает. Многим сельчанам не досуг ездить в Абай в офис компании, но срочно нужен доступ к карте, и они оплачивают несуществующие долги. Видимо, на это и расчет решили жители. В офисе компании дали только краткий ответ. В период работы получается, ну, у некоторых людей сформировалась задолженность перед нами. У нас, к сожалению, нет таких полномочий, чтобы блокировать счета. Мы можем только обращаться к нотарицу, а далее уже к судебной исполнительной. Отчаявшиеся люди собрались подавать иск в суд, обратились к Акиму поселка за помощью. Я разговаривал с его директором. Он считает, что он поступает в рамках закона. Пожалуйста, говорит, пусть или оплачивают, или в судебном порядке решают. Ну, естественно, и этим гражданам сказал, пожалуйста, у наших юристов, если такая необходимость будет, готовы помочь в составлении искового заявления. По словам Акима, бывшие услугодатели создали социальное напряжение в поселке, с которым теперь приходится разбираться. Сейчас Дубовку обслуживает другая компания, которая и мусор, в отличие от предыдущей, вывозит вовремя и проблем не создает. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. 44 семьи, пострадавшие от паводка, получили ключи от нового жилья в Актюбе. Средства на приобретение квартир выделил фонд Булата Утимуратова. С подробностями Оксана Мадасова. В Актюбинской области продолжают оказывать помощь пострадавшим от паводка. Сегодня 44 семьи въехали в новые квартиры. Ключи новоселам вручил Аким Актюбинской области Асхат Шахаров вместе с директором фонда Булата Утимуратова Маратом Айтмагометовым. На сегодняшний день начато строительство 517 домов во всех районах в городе Актюбе. Через фонд Булата Утимуратова, он является основным спонсором, приобретаются квартиры, делается чистовая отделка, санфоянс, то есть жители могут заезжать полностью в готовую квартиру. Сегодня мы вручили ключи, эту работу будем продолжать. 18 новых двух- и трехкомнатных квартир площадью от 60 до 95 квадратных метров находятся в микрорайоне Алты-Норда. Остальные 26 квартир в микрорайоне Юни-Сити и массиве Каргалы. В фонде отметили, что помощь оказывают в тесном сотрудничестве с чиновниками. Наш фонд, наш учредитель Булата Утимуратов принял решение выделить средства. Выделили около 12 миллиардов тенге на то, чтобы построить жилье или приобрести готовое жилье для тех, кто пострадал во время этих поводков, для тех, кто потерял свое единственное жилье. И вот на сегодняшний день на эти средства до конца, в течение ближайших двух месяцев, порядка 419 семей получат собственное жилье, либо дома, либо квартиры. В квартирах чистовой ремонт, есть газовая плита и сантехника. Новоселы не скрывали радости. В семье нас 7 человек. Из-за поводков нам дали дома благодаря президенту Тукаеву. Благодарность наша бесконечна. Благодарим также местные власти и фонд Булата Утимуратова. Пусть в нашей стране будет больше таких граждан. В ближайшее время фонд планирует приобрести еще 56 квартир для пострадавших актюбинцев. Кроме того, в Кабдинском районе строят 150 домов, которые планируют создать в августе. Планируется, что до сентября 2024 года жилье от фонда получат более 400 семей. Напомним, в регионе затопило более 4000 домов, 1003 из которых признаны аварийными. Оксана Матасова, Азамат Кубигенов, Рамиль Дусумов, Информбюро. Вы смотрите Информбюро. Мы продолжаем выпуск. Почти половина регионов Казахстана относится к демографически стареющим. Согласно данным аналитиков, из 20 административных единиц в 8 индикатор, демонстрирующий степень старения, отрицательный. Почему это происходит и где пожилых больше всего, разбирался Аннуар Мангельдинов. Наиболее активный процесс старения в Казахстане зафиксирован в трех регионах. Согласно индексу Билитера, первое место занимает Североказахстанская область. Затем идет Восточный Казахстан и замыкает тройку Кустанайская область. Одной из основных причин специалисты называют уменьшение рождаемости. После пандемийного бэйби-бума в Казахстане наблюдается снижение. То есть рождаемость там ниже, чем смертность. На сегодняшний день суммарный коэффициент рождаемости в Североказахстанской области равен 1,8%. Тогда как для уровня простого воспроизводства, то есть для того, чтобы хотя бы не происходила депопуляция, суммарный коэффициент должен быть равен 2,1%. И этот процесс будет ежегодно ухудшаться. Ухудшаться этот процесс будет из-за оттока молодых людей из северных и восточных регионов. Доля пожилых в СКО и ВКО выше, чем в среднем по республике. Резкий климат и отсутствие перспектив – причины того, почему уезжает молодежь, считают специалисты. Даже вот эти программы переселения, например, которые были направлены, чтобы переселять людей из Мангистауской области или Атарауской области, они не очень хорошо сработали, потому что там не тот климат. Может быть, не нужны программы переселения, а нужны программы инфраструктуры. Нужны программы и по стимуляции демографии, считают эксперты. Они отмечают в последнее время тревожную тенденцию, которая может возникнуть и в регионах с высокой рождаемостью. По наблюдению демографов, если ранее женщины планировали рождение не менее трех детей, то теперь взгляды изменились. Женщины сами говорят, мы хотим не более одного-двух детей. Также мы должны учитывать, что на сегодняшний день женщины, которые рожают первого ребенка, это женщины урбанизированные. То есть это поколение детей, которые в основном родились в городской местности и у которых уже репродуктивное поведение будет городского населения, которое основано на низкой рождаемости. Низкая рождаемость, сокращение количества браков и увеличение количества разводов может привести к демографическому кризису, считают специалисты. В этой связи в стране необходимо усилить значимость институтов семьи и материнства. Ануар Амагельдинов, Ренат Абулхаиров, Информбюро. История из Шимкента, где мужчина с диагнозом шизофрении, ранее убивший по неосторожности человека, взял под опеку шестерых малолетних детей и издевался над ними, всколыхнула общественность. Назрел вопрос реформы работы органов опеки и попечительства. Эксперты предлагают выделить комитет по охране прав детей в отдельное агентство, а кандидатов на опекунство проверять на психическое здоровье. Анастасия Новикова выслушала предложение. Проводить обязательное психиатрическое освидетельствование потенциальных опекунов и усыновителей предлагают общественники. Говорят, в таком щепетильном вопросе нужно уходить от бюрократии и не доверять справкам, а отдавать детей в приемные семьи только после осмотра у врача-психиатра и решения комиссии о вменяемости. Справки сейчас можно делать, к сожалению. Поэтому должно быть психиатрическое освидетельствование. И, конечно, должно быть рекомендации именно участкового, мне кажется. Потому что лучше участкового, никто, наверное, не знает, что за человек, чем он занимается, как он живет. При этом, говорят общественники, органы опеки и попечительства должны тесно сотрудничать с местными агентами, органами внутренних дел и здравоохранения. Другие предлагают и вовсе отделить Комитет по охране прав детей от министерства и создать отдельное ведомство под руководством аппарата президента. Комитет по защите прав детей, он должен быть более расширен. Квалификация там должна быть очень высокая, профессиональная такая, да, потому что там не только педагоги, психологи, юристы должны быть. И вообще во всех этих комиссиях присутствовали генеральный ЛКНБ и так далее. То есть, ну, какая-то значимость была. Общественники говорят, не хватает системной работы. Проблемы поднимают только после резонансных дел, когда страшное уже произошло. По словам детского омбудсмена в Шемкенте, в опеке критически не хватает кадров. На целый мегаполис всего пять сотрудников. По стандарту в Шемкенте должны работать около 90 человек. По одному сотруднику на 5000 детей. Омбудсмен согласны и с тем, что кандидатов в родители нужно тщательно проверять и обучать. В некоторых регионах есть факты того, что, в принципе, формально они якобы проходят обучение, а углублено, чтобы и папа, и мама принимали участие. Это же в течение месяца, чтобы родители приходили в детский дом и там занимались. Я считаю, что они полноценно должны проходить все правила по усыновлению приемных детей. В Шемкенте мужчина, который в 90-е годы убил человека по неосторожности, но ушел от наказания в связи с тем, что ему поставили диагноз «шизофрения», каким-то образом взял под опеку и усыновление шестерёх детей, в том числе младенцев из разных городов страны. Несколько лет он измывался над ними, бьел, не давал мыться. Спали дети в сарае, часто со связанными конечностями, чтобы не чесаться. Выяснилось это после того, как старший из детей обратился за помощью в местный детский дом. В органах опеки Шемкента заверили, что при оформлении документов мужчина на учёте не состоял. Вчера суд вынес решение и его направили на лечение в клинику. Каспий Жума вновь пройдёт в Казахстане. Всеми любимый всенародный праздник выгодных покупок начнётся уже завтра и продлится целых три дня. 21, 22 и 23 июня. Все подробности в репортаже. Сделать ремонт, отдохнуть, купить кондиционер, обновить гардероб. За лето нужно успеть многое. Казахстанцы уже знают, что сделать все покупки без нагрузки на семейный бюджет поможет летняя Каспий Жума. В праздники примут участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды. Особенно радует, что в каждой Каспий Жума принимает участие всё больше производителей отечественной продукции. Безусловно, Каспий Жума выгодна и малому и среднему бизнесу, таким брендам, таким компаниям, как мы. Потому что это повышение среднего чека и общее повышение продаж. И в целом узнаваемость бренда, марки, потому что потоки в это время в торговых центрах увеличиваются. Поэтому для нас это ценный ресурс, как для бизнеса. И, безусловно, это классный ресурс для клиентов, для аудитории, для граждан Казахстана. Мы занимаемся производством и продажей фиброцементных термопанелей, предназначенных для утепления и облицовки домов наших сограждан. Мы инвестировали в этот завод больше миллиарда тенге. Мы построили этот завод, мы открыли 130 рабочих мест, и мы успешно функционируем на территории Казахстана. Плюс мы еще и продаем в зарубежные страны, как Кыргызстан, Узбекистан. У нас были поставки и в Германию. Мы не пропускаем, в принципе, ни один Каспий ЖМА. Почему? Потому что клиенты просят. А мы, предприниматели, то, что просят наши клиенты, мы должны это давать. И давать в максимально удобных условиях. Многие клиенты, которые звонят, нам спрашивают, вы участвуете в Каспий ЖМА? Мы с радостью отвечаем, да. Мы участвуем в Каспий ЖМА. И благодаря Каспий мы растем. Наше производство сделано в Казахстане. Мы производим мебель. Огромная благодарность для Каспий. Командам. Они лучший номер один в Казахстане. И, конечно, к Каспий ЖМА готовятся курьерские компании. Ведь каждую покупку бесплатно доставят покупателю прямо домой или ближайший Каспий постамат. Каспий ЖМА – это не только выгодные покупки, но и работа для многих казахстанцев. Для отечественных компаний это возможность в несколько раз увеличить свои продажи, развиваться и создавать новые рабочие места. В Монгосталской области решают проблему питьевой воды. Благотворительный фонд «Халык» поддержал запуск опреснительной системы для местного населения. Установка обеспечит питьевой водой села Шапогатов и Акшукур, прилегающие к Актау. Фонд «Халык» продолжает поддерживать важные социальные инициативы. Новая опреснительная установка, которую запустили при поддержке фонда, решит проблему с питьевой водой для 25 тысяч сельчан. Мощность запущенного опреснительного завода – 6 тысяч кубометров в сутки. «Халык» фонд выделил на проект 300 миллионов тенге. Благодаря фонду «Халык» в 2023 году в качестве экспериментального проекта запустили небольшую опреснительную установку, чтобы выявить возможности по выращиванию сахарного сорга. Но вода, прежде всего, нужна людям. И вот сегодня мы запускаем опреснительную систему питьевой воды. Для жителей это большое событие. Опреснительный завод работает по принципу обратного осмоса. А подземные воды очищаются и поддаются сельчанам, полностью пригодными для их нужд. «Очень рады. Раньше вода была у нас по графику. В связи с отсутствием воды в колодце мы вырыли скважину. И таким образом поливали огород и использовали для прочих целей. Мы очень благодарны фонду». Стоит отметить, что начиная с 2023 года в развитии Мангистауской области фонда «Халык» направлено 4,5 миллиарда тенге.